Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево, город-курорт Анапа. Меня зовут Юрий Азаровский, и сегодня у нас на обзоре будет клуб-отель «Астория». Находится она по адресу города Анапа, поселок Витязево, переулок Лог-Витязь, дом 1. Пересечение с улицей Мира. До моря здесь крайне мало. У них есть свой пляж, своя огромная территория. Также есть бассейн подогреваемый, фитнес-зал, детская игровая площадка. Обо всем об этом подробнее вы сейчас узнаете. Приятного просмотра! Занимает она территорию полностью отсюда и от дотуда. Это все относится именно к «Астория». Имеет два корпуса, полностью под видеонаблюдением их парковка, куда вы ставите свою машину. Здесь на муниципальной территории организованы места для того, чтобы можно было выйти, посидеть, отдохнуть. Все гости могут абсолютно бесплатно им воспользоваться. То есть такие вот беседочки, просто столики. Вечером в 6 часов здесь начинает работать мангальная зона. Статуя. Здесь также имеется свой собственный супермаркет у них, в который вы можете прикупить все разнообразные продукты, которые вам только могут понадобиться. Магазин довольно-таки большой, плюс здесь есть фермерские товары. Также у них есть у вас собственная усадьба, где они выращивают фрукты, яйца домашние могут продавать оттуда и разнообразные овощи. Здесь не хватает сейчас помидорков, а также есть сыр и сало. Я попробовал сало, это просто взрыв вкуса, ребята. Здесь вы можете увидеть тот самый мангал, о котором я говорил. Работает в 6 часов. В саму «Асторию» два входа. Один через рецепшн, другой через локвитис-перелок. Мы входим в рецепшн, потому что вы, когда приезжаете, будете попадать именно сюда. Зона рецепшна очень большая, просторная. Есть где посидеть. Также есть кулер, если захотите попить. Здравствуйте, меня зовут Аида. Это администратор Анатолий. Мы будем рады вас видеть каждый день у нас в отеле «Астория». Далее, по территории первого корпуса мы с вами проходим к выходу. Здесь можно пройти в столовую. О ней я вам расскажу немножечко позже. Здесь тоже есть зона отдыха. Можете протестировать кресло. И выходим уже на территорию самого двора. Спасибо большое. Как я и сказал, территория здесь очень большая и имеет два входа. Один из них через рецепшн мы прошли. Здесь у нас есть ногомоечка номер один. Вот вам, пожалуйста, магнитный вход-выход территории отеля. Также имеются такие вот, их, честно, нигде не видел. Это как беседки. Ну, они вот так вот качаются. Можно туда-сюда ножками двигать. Это как беседка-качель получается. Очень круто выглядит. С правой стороны у нас отдельная зона бара. Она работает как бы отдельно. Туда зашли, сели, заказали себе все, что вы хотели. И отдыхаете. Также есть разнообразные анимации. Занимается с вашими детками аниматор. Здесь в вечернее время работает кинотеатр. Кстати, можете увидеть, как работают эти качели, которые люди и используют для отдыха. Пришел уже диджей, врубил музычку, и народ сейчас будут развлекать. Здесь мы имеем бассейн. Бассейн с подогревом. Есть альпийская горочка. И три зоны. Там одна сверху с гидромассажами, другая большущая такая для классных ваших детей. А здесь лягушатничек для деток поменьше. Очень много разнообразной зелени на территории. Но на этом территория еще не заканчивается. С правой стороны от бассейна здесь есть свой фитнес-зал. Огромное количество разнообразных тренажеров. Я прям, честно, очень удивился, когда сюда зашел. В ту сторону переодевалочки находятся. Есть зеркала. Много беговых дорожек. То есть вы сможете следить за собой. Прям в полном объеме, ребята. Очень круто выглядит. Сама зона бара выглядит вот так. У ребят есть здесь напитки разнообразные. Также можно заказать коктейли. Паровые коктейли. И есть шашлычный дворик. На выбор разное меню. Сели, сидите, отдыхаете. Ну и это еще не вся территория. Ребятки, идем на задний дворик. Как я и сказал, что очень много мест, где ваши дети смогут поиграть. Здесь во втором корпусе находится как раз-таки детская игровая зона. Отель Astoria имеет также детскую игровую комнату. Выглядит она вот так. Меня зовут Валя. Я аниматор отеля Astoria. Мы находимся сейчас в детской комнате, где мы проводим с вашими детки различные игры, мастер-классы, настольные игры, подвижные игры. Вы можете проводить сюда своих деток и спокойно оставить со мной в надежных руках. Я начинаю работать с 11 утра до часу дня, потом с 4 часов дня до 6 вечера и с 8 вечера до 10 вечера. В детской комнате дети находятся, когда плохая погода, а так аниматор с ними работает на территории, потому что здесь очень много таких зон для ваших детей. Это ногомойка номер 2. Мы двигаемся дальше и попадаем на сам задний двор. Здесь есть лавочки под сенью винограда, фруктовые деревья. Все здесь, это, допустим, жерделька. Это детская площадка, на которую ваши дети могут прийти, покататься с резиновым покрытием. Везде есть Wi-Fi, а также разные беседки. Сама площадка выглядит очень достойно, интересно. Мне больше всего понравились, конечно, вот эти вот арочки. На заднем дворе также имеются беседки с мангалами. Здесь их несколько, которые можете прийти, занять, пожарить себе мясо. Есть еще на заднем дворе отдельно стоящие бунгала, но мы их показать вам не сможем, ребята. Они все заняты. Если что, более подробную информацию, потому что мы и номерной фонд весь показать не можем, так как вы понимаете, что пик сезона идет. И более подробно по ценам вы также можете узнать, непосредственно обратившись к администраторам. Все номера, ссылки есть в описании, друзья. Сейчас мы идем с вами смотреть номерной фонд. Обо всем вам расскажу и все покажу. Яблочки. Красотища. Если вы покупаете себе проживание с питанием, то вы можете прийти в кафе Astoria. График работы. Завтрак с 8 до 10, обед с часу до 3, ужин с 6 до 8 вечера. Вот так вот выглядит само кафе. Есть с левой стороны барная стойка. Здесь вы можете доказать какие-либо напиточки. И смотрим, как здесь выглядит. То есть здесь находится термопод. Есть набор фруктов. Фруктов, причем у ребят терминский, собственного производства. Также есть для тех, кто занимается спортом в тренинге своей фигурой. Сейчас смотрим уже в конце обеда. То есть это показательно, насколько хорошо работают повара. И, в принципе, все, что вам может понадобиться. И есть выбор, допустим, тех же самых закусок. Очень большой зелень, фрукты, овощи. И это все повторяется в пермешке. С этой стороны у нас, в принципе, все подписано. Вы можете сами посмотреть, что есть. До питания. Также имеется первое блюдо. Первое блюдо представлено сегодня в куриный супчик и чечевичный. Здесь еще можно добавить себе соусов, разные специи, если бы вы любите. И мясная продукция. Есть цезарь салат, салат с селедкой. Это типа как под шубой. И водичка вот такая вот, лимонад. Также есть разнообразные соки. Атмосфера очень классная. И красиво все здесь выглядит. И мест также хватает всем, чтобы покушать. Первый корпус оборудован собственным лифтом. И заходим. Красиво. Слушаем, как и глядят. Вообще не слышно. Ифт рассчитан на 6 человек, 450 килограмм. Коридоры очень красиво оформлены, ребят. Можете увидеть. Венецианка по стенам. Смотрится красиво. На этажах есть голодильные при надвяженности. А также для номеров, где нет балкона, есть сушилки. Сейчас мы с вами посмотрим двухместный номер. Он без балкона. Такие же номера есть и с балконом. С левой стороны прихожая. Есть зеркало. Туда у нас вход в санузел. Поворачиваем направо. Здесь бадуарный столик есть. Чайная станция. В столике есть холодильник. Также шкаф имеется. С полицистема. Двуспальная большая кровать. С красивым изголовьем. Прикроватными тумбочками. Бра. Картины украшены. Есть телевизор, передвижной столик и большой торшер. Номер просторный. В шкафу имеется дополнительное одеяло и плечики. Санузел в этом номере выглядит вот так. С левой стороны арака на мыльные принадлежности. Зеркало с подсветкой. С правой стороны набор полотенцев. Также имеется душевая зона и унитаз. Стоимость данной категории номера составляет 7000 рублей в июле на основе трехразового питания. Стоимость также данной категории на основе завтраков 5500. Стоимость без завтраков 4500. С вами смотрим 208 номер. С правой стороны у нас есть место для того, чтобы повесить вашу вещь и поставить там обувь в сумке. По прямой находится санузел. Он двухкомнатный, семейный. С левой стороны имеется зеркало. Есть шкаф. Двуспальная кровать с изголовьем. Две прикроватные тумбочки. Бра. С правой стороны стол, зеркало, чайная станция. Также холодильник внутри стола имеется. Переносной столик. С этой комнаты есть выход на балкон, а также здесь есть телевизор. Наполнение шкафа выглядит вот так. Плечики и одеялки. Сплит-система в номере присутствует. Балкон из этой комнаты выглядит вот так. Стол и два стула. И здесь видно деревья. Посмотрим вторую комнату. Здесь двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки. Бра. Также есть возможность установки доп. места для пятого человека в этот номер. И имеется выход на балкон. Балкон выглядит вот так. С правой стороны тот основной. Санузел. Раковина, зеркало. Есть фен. Также есть унитаз. С левой стороны набор полотенцев. И душевая зона. Стоимость данной категории номера на четверых человек составляет 14 тысяч рублей с трехразовым питанием. Стоимость на основе завтраков составляет 10 тысяч рублей. Стоимость без питания 9 тысяч. Стоимость данной категории номера, если мы рассчитываем пятого человека до 12 лет, составляет 15 тысяч 750 рублей. Если мы рассчитываем человека старше 12 лет, то стоимость составляет 17 тысяч 500 рублей за дополнительное место. Сейчас мы посмотрим с вами номер категории люкс, третий, вход по карточке, открывается замок и заходим. Здесь вставляется карта, мы предварительно это сделали. С левой стороны место, куда повесить верхнюю одежду, расположить вашу обувь. С правой стороны есть большой шкаф, место для хранения, есть раскладывающийся диван, зеркало, также имеется стол переносной, есть еще под телевизором стол со стулом. С этой стороны у нас тоже зеркало, стул, шкафчики, чайная станция, мини-бар или как я их называю, холодильники. Они заполняются по требованию, если вам что-то надо, какие-то сныки, напитки туда будут выложены. С правой стороны у нас здесь есть проход в спальную зону, здесь большущая кровать с красивым изголовьем, есть две прикроватные тумбочки, бра, также есть предсистема, комод. И с этой стороны имеется телевизор. Также в номере есть свой собственный санузел. Удивительно, да? Категория люкс содержит такого вот формата санузел. Столешница, в ней раковина, зеркало, внизу расположено полотенце, все это открыто в таком системе, сделано красиво. Отдельный унитаз, большущая душевая зона с тропическим душем, есть полотенце-сушитель, куда повесить ваши вещи. Номер очень большой и просторный, рассчитан на 2-4 человек, так как диван раскладывается. В шкафу есть утюг, ладинная доска, сейф. В левой его части расположены одеяло, халаты и плечики, дверки с доводчиками. Стоимость данной категории номера с трехразовым питанием за двоих человек составляет 12 тысяч рублей. Если же мы добавляем до места, стоимость составит 15 тысяч рублей. Также с трехразовым питанием. Если мы рассматриваем на основе завтрака, стоимость будет 10 тысяч рублей. Если добавляем еще доп.место, стоимость варьируется 12 тысяч рублей. Ну вот он, пошел врыв, ребята. И что такое пенное шоу, пенная вечеринка? Сейчас будет еще добавлена пена. Так, вот выглядит пенное шоу. Здравствуйте, как вас зовут? Илья. Откуда вы приехали? Горд Владимир. Как вам вообще здесь отдыхается? Ну мы уже второй раз сюда приезжаем. Здесь вообще все нравится. Две детей, развлекательные мероприятия проводятся. То есть все нравится, огонь. Ну а после заката вот такая вот атмосфера. Кто-то сидит за столиками, отдыхает. Кто-то смотрит кино. В этот раз у нас детки выбрали себе мультики. В общем, развлечение на любой вкус и цвет. Самое главное, очень уютно и красиво. Продегустируем вообще кухню. И вам расскажу, вкусно или нет. Вот так вот выглядит мой набор блюд. Я по чуть-чуть всего взял попробовать. Короче, получилось прям много. Надеюсь, что вкусно и в меня это все влезет. Не забывайте лайкосик. И начнем с чечевичного супчика. Супы, честно, не очень люблю, но это очень вкусно. С помидоркой, морковкой. Класс. Супчик у шуршон. Здесь вот получается не просто спагетти, а именно с соусом сделано. То есть вы как любите, как банаром. Очень многие. Курочка, грибочки. Тут очень вкусно. Это карпеты куриные, рубленые. Нежнейшие просто, ребята. Очень вкусные специи добавлены. Также я очень люблю грибочки. А тут четыре вида просто. Еще интересно рассказать, потому что там помидоры, допустим, это их продукция. Пробуем соленье. Баклажан, кабачок. Ну, давайте сало попробуем. Очень разнообразная пища. Это было нечто, оно просто растаяло во рту. Я заметил, что мало кто ел минтарь. Ага. Все-таки очень вкусно. И я вот ловлю себя на мысли, что я прям в восторге от здесь, от еды, от ее разнообразия. Огромное количество солений, тарых блюд. Это все очень вкусно. Вот я вам сейчас салат с селедкой. Приблился к стандартам и селедка под шубой. А здесь он сделан еще вкуснее. Попробовал тефтельки вот эти куриные. Это вообще прям взрыв вкус. Они такие нежные. Дети будут в восторге, я прям уверен. Был бы я ребенком, я вообще был бы счастлив. Хотя я как взрослый зашел. Попробуем палац. Это вкусный соус. Курочка, помидорки есть, все есть. В общем, кухня однозначно респект, повар, красавчик, мое уважение. Спасибо за вкусный обед. Персики осталось попробовать. Бомба. Итак, друзья, мы с вами посмотрели обзор на отель. Осталось нам прогуляться до моря. До моря заявлено 700 метров 10-15 минут. Идем по прямой по улице Мира. Там есть свой пляшек, на котором расположена теневая зона и шезлонки. Здрасте. От душе. Вот наши люди здесь отдыхают. Это приятно. По пути у вас будет огромное количество разнообразных фудкортов. Можно, если что, прикупить где-то воды, сесть передохнуть, что-нибудь перекусить, если вдруг вы голодали. Здесь все работает в полном объеме. Также есть разнообразные экскурсионные бюро, в которых можете прикупить себе экскурсии. А также можете поехать на усадьбу, на которой производятся эти самые продукты, которые вас кормят. Говорят, что там тоже интересно. Усадьба Малкондуев, вдали от городской суеты, увлекательная агроэкскурсия, комната отдыха, номерной фонд, игровая зона, бильярд, конная прогулка, кавказская кухня, мангальная зона, дегустация, фермерская продукция, молоко, сыры, творог, колбаса, мясной ассортимент, овощи, фрукты, ягоды, мед, собственное отготовление, беседки для отдыха, бассейн с сероводородной водой, сертифицированными минеральными источниками. По пути у нас везде тротуар, друзья, то есть вы спокойно будете передвигаться. Сегодня у нас погода ветреная, море штормит впереди, посмотрим, может быть, конечно, уже успокаивается. Ну, как я говорил, везде разнообразные фудкорты по пути. Теперь, конечно, ждут того момента, как поспеет наш виноград. Это только к концу августа, хотя первый местный будет появляться уже в серединке. Проходим до улицы Знойно-Серебряный и еще остается нам пройти немножечко по прямой. Также я, наверное, не отметил, что там совсем близко, это параллель, а здесь вот квартал пройти. И от того угла там напрямую можно выйти прямо в самый центр курортной жизни, где все наши развлечения и вам, конечно же, не будет скучно. По улице Мира мы отсюда уже видим наши дюны, совсем немножко, и мы на месте. Лево-справо у нас работают торговые павильоны, в которых продается огромное количество разнообразных товаров, которые вам нужны для отдыха, либо на сувениры. Здрасте, встретил подписчиков, говорят, что да, море штормит, добрый. Здесь в больших количествах продаются разные игрушки. Вот гусь обнимусь, одна из популярных таких вещей, ребята. Смотришь на лица людей, какие несчастливые. На отдыхе все хорошо. В общем, самое главное бы еще погода им отличной, и тогда было бы вообще великолепно. Смотрите, тенденция, начинают появляться лавочки на улице Мира. Молодцы, ставьте больше, чтобы люди могли сидеть, отдыхать напротив остроговых павильончиков и заодно хотеть что-то покупать. Вот такой вот есть вариант, ребята. Можно взять с собой фрукты охлажденные сразу же на пляж. Ну просто все, как говорится, условия для великолепного отдыха. От вас только желание это делать. Все-таки немножко передохнем перед пляжиком. Здесь ребята продают разные вкусняшки. Махито, души, класс. Дай мохито, чтобы сил было больше. Полстакана выпил, тебя от души. Спасибо за спасение. Пожалуйста. И все, погнали дальше. Ароматов еды здесь, ребята, прям невероятное множество. Потому что везде где-то что-то готовят. Ух, какой там ветер продувает. Это прям что-то. На сегодня еще и тучка затягивает все постепенно, ребята. Здесь широкий настил. Убрали полностью всю торговлю, которая была. Ну и вот сделали, как вообще должны выглядеть наши пляжи. Великолепные дюны слева, справа. Смотришь, наслаждаешься всей этой красотой. И идешь к морюшку. Мисс тобой. И здравствуйте, пляжики. Видите, зева. С левой стороны у нас есть душ. Справа переодевалочки. По прямой еще есть переодевалочки. Также имеются мусорки на пляже. Нам в левую сторону. Там находится как раз-таки пляжная зона. Туалет по стоимости 30 рублей. Душ 50 рублей. Но у вас будет все бесплатно, ребятки. Дошли практически до моря. До наших бесплатных лежаков. Надо пройти нам в левую сторону. Ну, если хотите, можете прям здесь начать отдыхать. Но мы все-таки должны показать полностью весь комплекс. По песку вам ходить не придется, потому что везде сделана для вас вот такая территория настил. На пляже есть бар. Если вдруг нужны напитки прохладительные, вся нужная инфраструктура для проката. Сегодня она, к сожалению, не работает. Ну, а так есть все полностью для вас. Для вас душ 100 лет бесплатный. Есть переодевалки. Все лежаки тоже ваши. Отдыхать не хочу. Ну, и вот оно, морюшко. Хорошо, что у вас есть бассейн, так как вы приезжаете и от шторма не зависите. Можно сейчас под бережком плескаться, но я бы не советовал. Как говорится, лучше переждать его на берегу. Пришли, подышали морским воздухом, пошли, поплавали в бассейн. Это большущий плюс, что в Астории есть такая возможность. Ну, а так море, конечно, штормящее, выглядит просто завораживающее. Температура водички сегодня 28 градусов, температура воздуха 28 градусов, потому что ветер дует с моря, и воздух берет именно его температуру. Красота, друзья. В общем, что можно сказать? Приезжайте, наслаждайтесь, отдыхайте безопасно, хорошо и классно. Пишите в комментариях, если вы здесь отдыхали. Астория работает круглогодично, то есть вы можете приехать в нее отдыхать в любое время года. Цены, конечно же, в не сезон гораздо ниже. Смотрим их на сайте или по телефонам указанным в видео в названии и в описании. С вами был Юрий Азаровский. Всем привет, Черноморский. И немножко моря для вас, дорогие друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.